Маленькое черное платье и шляпа. Ольга Бузова соблюдает дресс-код и появляется в таком образе на российской премьере мюзикла «Шахматы». Вот только без сопровождения своего возлюбленного Давида, который в этот же день публикует очень интригующий пост, указывающий на тайную помолвку. К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей и за слова других людей. Я могу отвечать только за свои слова и за свои поступки. Но есть какие-то мои личные истории, ситуации, которые я хранила. Это был наш секрет. Поэтому сегодняшнего дня я к этому дню не имею никакого отношения. Не менее феерично в черно-красной гамме появляется на шахматной ковровой дорожке и король шоу-бизнеса Филипп Киркоров. И пока он готовит для всех очередную премьеру совместно с продюсером мюзикла Дмитрием Богачевым, дети Киркорова начинают свои творческие карьеры. До последнего времени никаких признаков не подавали, но что-то Алла Виктория захотела в непоседы. А Мартин Виролаш? Посмотрим. Актерский состав мюзикла формировался на протяжении двух лет. Ведь в постановке звучит разная музыка, начиная от оперы, заканчивая рок-балладами и рэпом. Но хотели бы гости премьеры принять участие в подобном шоу. Мы сейчас работаем над одним из мюзиклов, которые как раз готовятся к выходу. Есть одна вещь, которая, наверное, я бы не смогла. Это ты каждый день играешь одно и то же, и ни шаг вправо, ни шаг влево. Я более свободолюбива. Я пять лет отыграл в музыкальном театре, поэтому ролей у меня очень большое множество. Для меня это все, ну, в общем-то, не совсем в новинку. Я с удовольствием хожу на такие представления. Тем более, что мы фанаты Насти Стоцкой. Я вот больше нацелен на кино. Я надеюсь, что совсем скоро приму участие в каком-нибудь хорошем кино. 35 музыкальных номеров, 50 тонн сложных декораций и оборудования, 500 сценических костюмов, а музыка шахмат уникальна в жанре мюзикла. Но во сколько обошлась российская премьера мирового уровня? Больше, чем 200 миллионов рублей. И это при том, что довольно значительную часть мы делали внутренними ресурсами, не тратя денег. То есть, если бы мы по-честному, наверное, покупали все и заказывали, оплачивали, то было бы, наверное, все 300. Финал постановки вас приятно удивит и заставит дорисовывать самостоятельно судьбу главных героев. Шахматы уже на сцене. Успейте сыграть в партиях.